Европа полностью отказывается от российских энергоресурсов. В воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц подписал сделку на поставку дополнительных 137 тысяч кубометров газа из Объединенных Арабских Эмиратов. Он начнет поступать в Германию за ОАЭ до конца этого года. По словам Шольца, чтобы отказаться от российских энергоносителей и обеспечить безопасность Германии, Берлин намерены дальше расширять списки альтернативных поставщиков. Эмираты уже осуществляют поставки дизеля в Германию. Мы собираемся пойти наиболее разумным путем, а именно сконцентрироваться на сотрудничестве со многими регионами. Это позволит нам обеспечить поставки энергоресурсов. А чтобы мы зависели от одного поставщика и от его решений, такое точно не повторится. Накануне подписания газовых соглашений Германии с ОАЭ, французская Total Energies заключила контракт по расширению мощности и по добыче сжиженного природного газа в Катаре. Страна является одним из основных поставщиков природного газа в мире. Total Energies будет иметь эффективную чистую долю участия в размере 9,375% в проекте Nord Field East из 25% доступных для участия международных партнеров, в то время как Катар Energies сохранит за собой 75%. В руководстве французской компании отметили, что этот контракт был частью усилий всей Европы по избавлению зависимости от российского газа на фоне резкого роста цен на этот энергоноситель в Европе. Размер инвестиций оценивается в полтора миллиарда долларов. Это также еще больше укрепит нашу способность вместе с Катаром поддерживать энергетическую безопасность Европы. Также увеличила свои объемы поставок газов во Францию Испания. После изменений в местной инфраструктуре Испания сможет направлять во Францию дополнительные полтора миллиарда кубометров газа в год по трубопроводу Ирун. Кроме того, Мадрид собирается инвестировать в отправку большего количества сжиженного природного газа в Италию. На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис. «Мы хотим внести свой вклад в безопасность и снабжение Европы и наших соседей, потому что мы можем это сделать. Влечение пропускной способности трубопровода Ирун без сомнений является нашей целью. Я думаю, что пришло время смотреть вперед, зная, что угроза войны и жестокости на данный момент продолжает оставаться перед нами, зная, что в этом случае важно сохранять стратегическую перспективу ЕС». Тереза Рибера, министр энергетики Испании в Ройтерс. При этом цена на газ в Европе стабилизировалась. С начала российского военного вторжения на территорию Украины она упала почти вдвое. Если в конце августа после остановки работы «Северного потока-2» цена достигла рекордного пика – 346 евро за мегаватт в час, то сейчас стоимость газа ниже 200 евро. Трейдеры начали делать смелые прогнозы, что цены уже достигли своего пика в этом году и больше подниматься не будут. Американская инвестиционная компания Goldman Sachs заявила, что ожидает падение цены ниже 100 евро за мегаватт в час в первые три месяца следующего года. Также в компании говорят, что хранилища будут заполнены более чем на 20% в концу марта следующего года. «Это, на наш взгляд, подготовит почву для того, чтобы чувство безотлагательной необходимости снижать спрос, которое мы наблюдаем в настоящее время, постепенно сменялось чувством облегчения рынка после того, как он пережил зиму» – аналитики The Goldman Sachs в статье The Guardian. Какие останутся запасы газа в ЕС после зимы, зависит тоже от погоды. Издание «Политика» пишет, среди дипломатов ЕС царит уверенность в том, что если зима будет мягкой и менее суровой, тогда удастся избежать верных отключений электроэнергии и остановки производства. Сейчас газовые хранилища Евросоюза уже заполнены на 86%, при том, что ЕС изначально ставила цель заполнить их на 80% к ноябрю. Один дипломат из ЕС предсказал, что даже если Путин перекроет оставшиеся 9% газа ЕС, поступающего из России, по сравнению с 40% только в прошлом году, блок все равно сможет избежать отключений в статье The Politico. При этом страны Евросоюза продолжают экономить электроэнергию, чтобы защитить себя от энергетического шантажа России. Так, например, подсветку самой культурной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни решили отключать уже в 23.45, а не в час. На других памятниках архитектуры, музеях, витринах, магазинах свет отключают с 22.00. В Евросоюзе уже начались консультации по разработке следующего восьмого пакета санкций против России, который будет представлен на этой неделе.